приветствую всех с вами термос мы продолжаем играть в майнкрафт колода 2 я откуда-то вон оттуда из недр пещер моя ферма . место из недр пещер вывел сразу двоих зомби жителей ну сюда их вывел что они не исполнились что предмет они брать отказались именно экипировку я пытался киркул выдать золотую которая с этого выпала и так далее они отказались брать поэтому я привел просто чтобы смог золотые яблоки приготовить и давайте я просто хотел показать вам этих двоих товарищей ну и собственно увидимся когда они превратятся в обычных к слову сказать кстати говоря я еще одного уже поймал у меня там вот сундуке где-то валяется пынк 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 толкается да если кстати говоря тут пол фермы разбомбил киркул прокачал эту до максимума она получила свойство что она автоматически пережаривать все что копает она я очень постоял около этих двоих чтобы они точно никуда не делись и увидимся когда они превратятся они превратятся эх 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 мол я этого не съест кухня кухня оооо житель ты да ты ты ешь да да и туда и это окей нах х х и он уже бесит это есть морковка много пыль 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 давайте уж этого дождемся не просто чтобы уж точно ничего вот ты кто ты хлебушек продаешь тебе бы я тоже нахрен шатал за такое но да ладно так вот тут я сделал небольшую телепорт площадочку чуть чуть позже я покажу куда она ведет ну пока скажу что она ведет туда куда у меня ведет вот эта сумочка ну такой мини склад там он реально совсем мини я не изморачивался что было сделать просто мне надоело здесь делать сундуки и на самом деле я вот в эту штуку поставил себе такую систему который вытягивает у меня из этого сундука на второй этаж который у меня пока был ничем не занят собственно решил так вот сделать так нет вот у меня два жителя второй выпал такой же как первый ну почти у него чуть чуть больше мяса требует так дайте-ка я вот этого пока своего хорошего хорошего который у меня посажу сюда чтобы он никуда не ушел а этих я знаю куда приспособить я не знаю как оно будет работать эта штука которую я там построил небольшую пейнк но если я хоть насколько то правильно посмотрел та штука которую я сделал должна теоретически делать в ней много жителей ну грубо говоря некая размножалка так так а пока грубо говоря и сделали сестру наверх теперь наверх есть пуч так это это птицы ищущие хитшот так это просто чисто чтобы забираться можно было мне лень было делать лестницу а мне бесполезно стрелять прикольно мы не уязвим к огнестрельному и стрелострельному оружию так 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 в общем они типа должны увидеть что тут находится куча дверей и должны начать размножаться под ними находится решеточка и в определенный момент когда появятся мелкие они должны будут выпасть вот через эту дырочку вертикально вниз и вот прямо в ту воду ну пока будут там плавать я не могу понять почему они не пытаются двигаться и сработало ли это вообще может быть я какой-то один момент не учел и эту конструкцию я зря построил ну в любом случае давайте вот этого третьего я туда пересажу и собственно пока их оставим так здесь делал здесь небольшой ну тоже еще один чанк лодер поставил вот он на 25 чанков его поставил так чтобы он вот эту базу и главное дотягивался до фермы дерева потому что на самом деле у меня ферма сейчас по сути не только дерево еще и еды потому что я банально питаюсь тупо яблоками сейчас так где 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 вот здесь так так у меня на эту серию несколько пулонов помимо того чтобы попытаться сделать что-то чтобы запустить эту ферму жителей а именно сделать себе силк тачкирку кишка у меня уже есть ну готово к созданию материалы для силк тача ну в принципе я думаю у меня есть потому что золотишко я там поставил жарится хотя можно сказать не только золото еще можно алюминум брас может быть я его и поставлю так можно под дверь забраться ну давайте во ну там как и вам надо сделать вот так и он не помню пока не буду этого делать о смотрите пошел процесс это страшно я не хотеть это видеть ладно в общем я кстати думаю сюда надо ему отдельно чеклода поставить ну пока тут никого нет кстати удобно с better foliage можно видеть сквозь бревна но с деревом у меня проблем вообще нет теперь так где где моя а вот моя лестница так идем осуществлять план номер два собственно киркана силк тач о а это который good day to day куда а я думал он ко мне бежит хитро с токток с трех хитро баронирован ну и чо там линия скрипит собственно материал на всего пункта а для этого мне придется сбегать собственно туда и учитывая загорелась и жмите как шарик так нет у меня с собой же нет да нитки у меня всего две я туда сундук поставил меня здесь достал но к сожалению этот столик не умеет работать с айрончистами приходится именно обычно сундук использовать телепорт давайте покажу как он крафтится телепорт плейд эндерил ингот харданта наше целом но самое стандартное которым я уже было не раз крафчена бронза такая пластинка это просто нашли расплавленными первыми заполняется плейт фрэйм это инвара сигнале он и харден тлюмио че ну просто хоро на стекло в общем ресурс ресурс стандартная сложнее было понять как она работает в основном но здесь это давайте там вот я в общем стою на нее сейчас я когда перемещусь покажу как она работает у меня по-моему там лежит предмет который следует не посмотреть так долго собирается собирается все и мы здесь но здесь я банально такую же хрень построил вот эти вот эта штука необходимо чтобы ее в общем смотреть в ней в ее кишки с шифтом собственно почему я так долго не мог понять как себе работать а потому что в этом текстурпаке у нее то есть вот этот фейсфул который у нас фтб форума он глючный вполне ну вот видите как что вообще не видно что вот здесь надо вводить а вот здесь именно название надо вводить этой пластинке и я только вот увидев то есть я уже загуглил вообще эту пластинку увидел на канале вики скриншот вот этого окна без фейсфул и вот там уже стало понятно что что надо делать собственно где вводить собственно вот я ввел название вот это название бейз-1 у меня на той пластинке с которой я телепортировался так нитка а мне что так мало ниток а мне хватит вообще ага смешно мне не хватит сколько 8 нужно 32 ха шутку понял не смешно встаем каждая телепортация стоит 100 тысяч рф соответственно ну придется хорошенечко ну здесь я специально поставил генератор запихнул в него там изначально я сюда вообще поставил ну чуть меньше пол стака угля вот она накапливает ну вот собственно бейз-1 и соединен со стору ну в общем то как то так почему я кстати думал что у меня уже хватает ресурсов ресурсов на эту штуку когда мне их вовсе даже не хватает я не понимаю так так ну тогда мне придется идти например в заброшенную шахту я помню одна у меня была здесь кстати у меня карта у меня эта карта сломалась выражается что-либо только вот в этом режиме ну ладно в заброшенную шахту я пойду уже за кадром увидимся когда я добуду где-нибудь достаточное количество ниток так так и вот я переместился на базу так отключись неужели это у меня из-за карты фпс упал которая сломалась что-то так 4 м мой драгоценный эмеральд самый ценный для меня сейчас ресурс отлично шелковый камень и я решил сделать такую модную кирку чисто из эндереума это далеко не самая большая эффективность вообще вы эффективность может получиться не очень но я решил почему такую сделать кто меня знает почему так так это нужен он там золотой блок и яблочко нужно да 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 я не хочу вешать я хочу вот это навесить с очень скоростью не интересно это даже украина задумалась с дать посмотрим не думаю я чо чесненько о киеве у меня есть мысль что пока что временно можно сделать нет у может быть должно хватить так так уж тут же есть готовая и сейчас давайте вот тогда ее мы шпигуем этим столом сколько сможем конечно странно что то сломано или или просто все так что очень сильно замедляет так сколько ладно вот четверочка нормальная она это вообще беспредельное запределье получается кирка с нулевой скоростью добычи теперь у нас кирка носил ктач есть замечательно когда она прокачается я заменю ей на белый ой на белый на эндериум хотя в принципе кстати если на него какой-нибудь этот навесится это даже и не обязательно будет делать и медведь какой-нибудь эффект в виде ну скажем какой то может навеситься реинфорс типа пластина обсидиана на него автоматически с уровня навесится тогда не будет видно тогда можно будет оставить этот чтобы был действительно бонусный модификатор почему бы нахрен нет так может быть можно уголь пожалуй надо пойти закинуть чтобы энергию манитил а этот там это тогда здесь здесь там 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 а чего где у них а я все вылил точно я же поставил сюда вот эту штучку redstone lock простой и дешевый lock но посылает redstone всегда у каждого раз в секунду собственно камень redstone и этот вот таким образом он он позволяет просто отойти и вот именно через вот эту штуку отлить все что есть в печке отлить в слитке я бы не сказал что это плохая вещь и вот это может пока сюда скинуть сеть и все и и сюда и сюда сюда топорные совы сейчас не должен понадобиться понадобиться хлебушку тоже так я пойду сейчас за проклятой землей и она же cursed earth с вы наверняка помните где она у меня находится так где бы мне землю выкопить чтобы это было достаточно в достаточной степени беспалевно так вот пока с магнитом побегаю а ну увидимся когда я добегу до этой конструкции так и вот я в этой конструкции а эта лестница так это все как хрень в которую я успел там немножко оформить ну естественно я не пойду через верх я пойду через низ давайте сразу возьмем так она да она сюда будет идти блин ой вот сейчас хочу побольше ее взять не нарушаясь структуру этого места да она там заново разрастется да в принципе 8 что не хватит ростон сбил б она в 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 вот так бац и она должна сейчас заползти. Не хочет. Ну, в общем, ладно, неважно. Я взял себе земли и она мне должна помочь выспавнивать, что можно заспавнить. В частности, я, например, хочу сделать в подземелье комнатку, где я буду нормально мобу фармить. Не так, что вырву вот эту огроменную комнату, на самом деле нет, в которой ничто не спавнится. Ну, нахрена мне такая комната? А я хочу сделать комнату, в которой что-то будет спавниться. И я буду это убивать. Ну, наподобие как вот эта штука, только под землей. Ну, потому что мне нужны подземные мобы, там, ротатики, где на самом деле нет. В общем, вот эти драмкликсы в основном и лица их заменяющие, которые добавились в плат-версии, такие быстрые, с которых аралимит падает еще не часто. То есть, что у нас здесь? О, смотрите-ка, действительно эта штука работает. Правда, учитывая, что я в Эйзере могу спавнить эти штук реально мегатонными количествами. Собираюсь тебе использовать всеми непотребными способами, которые ты только можешь представить, чтобы этого все земля... К примеру, я буду тебя ставить. В такие моменты чувствую себя маньячилой. Так, у меня что, факелов нет опять, что ли? Что ж у меня за такая беда с факелами? О, нахрен. Хрена. Ладно. Так, вот у меня наконец-то есть немного факелов. Если бы кто-то... Ну, по-нах, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 11. Так, получается, два блока шириной, допустим, дорожка будет. Я просто планирую, как ее сделать. Сейчас, пока я уже шел сюда с факелами, У меня появилась одна незабавнейшая идея. Так, я отгравлю и избавлюсь. Так, короче, натыкнул факел на стены. Просто, чтобы Фома хорошо видно было без этих искажений, которые происходят с видео, когда оно обрабатывается в хромешной тьме. Так, ну и здесь мне, соответственно, везде нужно землю сделать. Так, я специально кирку взял, шелку, чтобы ее прокачивать. Эндерриум для меня сейчас уже не проблема. В принципе, что это я вместе с вами все это делаю? Если я могу спокойно уйти за кадром, за кадром построить, что нужно, чтобы не тратить ваше время на... В общем, да, давайте я сделаю конструкцию. Кручу. Вот, кстати. Вот Redstone. Собственно, вот почему у меня сейчас уже не будет проблем с Эндерриумом. Потому что с помощью киновария я могу стопроцентно получать латину из феероса. Соответственно, а Redstone руды, как вы знаете, вводится, ну, мягко скажем, до хрена. Можно идти, особенно если сходить в тот шахтерский мир с целью ради... ради Redstone. Ладно, в общем, увидимся, когда я подготовлю каркас для своей штучки. Так, и для своего плана я решил добыть себе немного Незеркирпича. Кстати, можно даже вот такого будет сделать. Это потом. Тут я хочу показать вам такой забавный. Я бы сказал, немножечко баг. На этой кирке, как вы помните, есть Fortuna 2. И есть свойство Auto Smelt. А как мы знаем, получать вот этот кирпич можно, пережарив на сырак. Просто жарим на сырак, и получаем один кирпич. А с этой штукой мы получаем больше. такой небольшой обузец. В некоторых местах, особенно, например, в сборке в сочетании с Gregtag, который добавляет... Ну, дело так, что блоки металлов нужно в печке расплавлять на слитке обратно. Это очень жесткий обуз можно сделать. Я думал, это поправили, но нет. Оно работает. Вы видите? Очень много... Вот сколько я тут добыл камня, уже почти стак кирпича. То есть это... Так, нахрен. Это круто. Кстати, вот от этого огня немножечко ФП спадает, потому что слишком много, вот так, когда быстро добываешь. Хотя он сейчас, в принципе, немножечко ФП спадает. Ну, думаю, возможно, это из-за того, что у меня там другая серия заливается. А то вот, когда есть настроение играть, хочется играть много, а надо еще и заливать серии. А то опять будут лежать несколько месяцев не залиты. Ну, я надеюсь, ничего страшного, что вот опять вот немножечко проседающая серия будет. Давайте вот до трех стаков кирпича добью. О, хватит. Собственно, я хочу просто из вот этого материала заблочек сделать. А хотя, кстати, уходим. Что меня подожгло? Я не понял. Ты? Все, вшатаю. Кто меня поджег? Ого. Ах, это ты, хри. Минус он. Так, ладно, давайте тогда я побольше вода буду этого материала. Потому что я когда-то вот кирпича выбил с этих сциклопов, которые там заспавнились, когда я за землей ходил. Ладно, в общем, увидимся, когда я уже вернусь туда. Так, ну вот как-то ну так вот будет у меня пока что это выглядеть. Потом я, возможно, рапгрейжу. Давайте, кстати, пока для удобства с одной стороны поставим. Сейчас начнем ее растворять. Начнем ее распространять. А что тут только эти? Тупаки подземные. Господа, товарищи. Я не знаю, что вы тоже можете спавниться в подземелье. Ого. Вот, кстати, хитбокс атаки какой-то бешеный. хитбокс атаки какой-то бешеный. О, это я понимаю. Проблемно ушатывать с ближнего боя. Он не ушатывается с ближнего боя. У него иммунитет. хитбокс атаки какой-то бешеный. Так, а вы задолбали. О, еще эти? Так, что тут делаешь? О, вот и драмка. Да нахрен отсюда. Тебе? Так, земля. Ого, кстати. Чуть я не слежу за собой, еще не сдох. Интересно. Дайте-ка я, пожалуй, сделаю тебе хорошую вещь. Которую я, кстати, случайно узнал, что, оказывается, еще можно применять, а не просто для рецептов. Эта штука дает нам кучу баффов, а это прекрасно. Так, давай. Вот и на, весь. О, лапецкий. Так, исчезни ты отсюда. Упорник хотят давать, для свою землю делать. И для них стараюсь в конце концов. Ну, пускай они только. Так, и дайте-ка я беру, что мне не надо. Давайте все-таки включу пока магнит, пока я распространяю влияние свое. Потом я, конечно, поставлю эти эндер-коллекторы. Так, и кто? Не хватит. Так, ну давай, растворяйся, увеличивайся, расти. Что ж ты так медленно? А вот представьте, какой спаун тут будет, когда вот это все зарастет. Или если, если удалось сказать, если оно все зарастет. Оно что-то не растет. Не пойму, это из-за света. Или наоборот. Или наоборот нужно темноту сделать. Давайте попробуем потемнее сделать. В принципе. Валим отсюда. Это еще живо. Ох. Текст. Может, теперь? Да, как тебе, я шатал. Во! Да, для распространения видим на... ...на... ...ведь минуту. Кстати, я могу... Так. Наверное, для начала один свой, а почему я там? Во! Это точно я живу, ампир. Вот здесь про криперов я как-то вообще не учел. Что они вообще еще могут тут появляться. Здорово. Какая-то хрена. Какая-то хрена. Хм. Кстати, не знал, что эта штука является дождем. Здорово. Нам, кстати, криперов здесь не будет, когда я закончу с этим. О! Это же супер-мега-моб. Потому что с него падают слитки из-за адвента. Он может так спавнится? Ну, чё я тогда, я... ...не слабо тут смогу себе навариться всякими вкусностями. Я вообще не думал, что эти редкие мобы могут исполниться вот этой землей. Ну, а раз могут, это прекрасно. Я бы даже сказал, более чем прекрасно. Какая-то интересная гонка. Потому что я могу исполнить. Что они так делают? Ну, я бы не сидел на себе. Ну, я бы не верил. Где-то тут. Так что, как я проявляю мне. Нет, я бы не верил. Я бы не верил. Я бы не верил. Я бы не верил. Я бы ничего. Вот это замес. Я что-то чувствую, что вторую сторону я как-то пока даже и не хочу. Себе делать? Да иди, доченька. Ты иди нафиг. О, вот это вообще супер. Эвербисты. Да здравствуют эвербисты. Ладно, кирки уберу. Шикарно. Кто? Ну а ты. Экзамбячий морда. Так, Трикстер будет загасить, пока он не располагался. Единственный морд, который пришел ко мне. У которого есть такая техническая возможность. Да, вот это, конечно, классная фармилка получится. Почему я, кстати, не хочу делать ее шире? В частности, потому что зона поражения, ну как, зона действия эндер-коллекторов родился четыре блока. Максимум. Так, ты нафиг. Гляну, сколько можно меня слепить. Такой внезапно сзади подкрался. Так вот, главное в криперы не вмазаться. Потому что мне то сейчас все разнесет, и тогда оставшаяся толпа фанатов меня просто расшатает. Соответственно, сейчас я зарасчу тут все. Ни хрена себе. Борзевшая курица. Да. Камон, ребята, надумайтесь. Вы чего? Я что сейчас из-за споунилась такое? Резольная штука, что ли, там такая странная была? Берю факел. Это уже темно. Моя коса меня сейчас спасает. И отхиливает. Еще ведьма. Крепота. Человек. Я специально пока не ухожу за кадр. Все-таки такой первый опыт. Думаю, я до конца... Ой-ой-ой, ребята. А это вот... Тебя тоже. Кто? Ах ты, зараза. Я думал, у меня это невидимка бьет через стену, как обычно. Это нет. А это нет. Так, тебя угасить. Да уж. Вообще не дают подобраться к нужной цели. О, я еще и здесь не сбил факел. А как-то так вышло. Главное, как мне это исправить. Вот так. И вот так. Фу, реактивная ракета. Здорово. Ребята, задумайтесь, вам этого не хочется. Серьезно говоря. Да ну... Как же я их закликиваю, а они не закликиваются. О, там трикстеры уже располагались. Так, я могу вот так вот... Хотя бы одну полосочку начать ввести. И как бы поливаю вот этот кирпич, который самый... Ну, на котором забор стоит. Опа. Ха. Это было внезапно. Стоять, куда поперся. Куда поперся. Чтобы хоть что-то у меня сейчас было. Когда я туда приду. Так. Меч у меня есть. Ой, меч есть. Ну, кстати, почему уровень у меня остался, я не знаю. Конечно, часть вот этих вещей... Кирка и прочее. Так, я выбрали нормальный. Ребят, давайте вздохните быстрее. Вы не бешеные. Кстати. Моя эта штука остается. Ага, ну то есть... То есть пропало все, кроме тинкерских вещей. Куда есть инструментов. Мне жалко этого крипера. Или кто там был. Кто? Это чит. Товарищ игра. Так. Ладно, выбираем магнит нахрен. Пора отбивать свои вещи честно. Ох, сейчас придется, конечно, еще... Теперь кучу всего восстанавливать. А что я там был, в принципе... Вот хорошо, что эти вещи не уничтожаются. А то вот тинкерские инструменты потерять это было бы... Обидно нахрен. Не, ну это уже не честно. Это глюк какого-то мода. Что при смерти мобы невидимой становятся. Поэтому я пересброшу их. Ну потому что это банально, вот и не честно. Что у утрамкликсов нет свойства становиться невидимыми. В общем, не эти хрена, которые имеют свое полное право становиться невидимыми. Откуда ты все это берешь? Так, что у меня с собой? Так, моя шелкая кирка. Моя горячая кирка. Мой молоток. Моя лопата. Моя коса. Мой арбалет. Мои стрелы. Да и в принципе... О, я... О, я... А что там случилось? Господа, товарищи. И главное, как это мне? Подправить. Таких как подправить? В принципе, ответ вот такой вот. Берем заборчики. Отстреливаем всю дичь, что там находится. Воу-воу-воу. Не позволяем этой дичи подойти к себе. У меня, кстати, и нет еды. Во. Это... Риппер, что ли, там бахнул? Дай-ка... Вот так. Просто соберут этот... Блок. Так, ну... Это уже такая задачка, не кислая. Достроить эту конструкцию. Учитывая все вот это яростное сопротивление. Тех, кто... Да вообще сопротивляться по логике вообще не должен. Именно потому... Опа. Здорово. Нихрена себе ты одетый. Модик прям. Куча кровавей. Нихрена себе. Че... Цыплячий наездник. Хм... Окей. Идея номер два. Банально уменьшить зону до такой. Ну что, я уверен, мне даже такой хватит. С головой. А... Полноценно дорастить ее я... Ну, никак сейчас не смогу. Тем более, там нужно без света. А без света исполнятся криперы. А меня такая... Система не устраивает. Я не любитель. Когда у меня криперы исполнятся. О. Все. Вот так. Так. О, здорово. Обычный пещерный клуб. Так, ну факелов у меня нет. Верно? Вверх. Стоп, а тут где-то должно быть... Тут же вроде глаза были, нет? Здорово. У вас не было? Вообще? Печаль? Что могу сказать? Ай, дай пофиг. Пойду на... Вернусь на базу. Там у меня явно... Должно быть... Достаточно их. Ну, конечно, что инструменты не уничтожаются. Это я чрезвычайно рад. Я не ожидал, что меня так быстро сдохну. Вообще ни в какую не ожидал. Это было для меня реально шок. Просто шок-контент. Так, кирки золотые. Сюда. Так, где мой золотой... Ой, золотой. Этот сундук. Так, кстати, вот, да... Хорошо, даже топор не пропал. Потому что я его положил именно в сумку. Вот, на самом деле, примерно с расчетом такой ситуации я эндер-сунку и делал себе. А не обычную. Потому что, вот, видите, спаслась только та часть вещей, которая была в эндер-сунке. Ну, и вот в этом, конечно. На ПСАКе. Но в нем чисто потому, что... Это тоже свой независимый инвентарь. А я запахивал. И шел... Просто подосветить ту зону, чтобы там крипера не могли исполниться. И... Закончить. В данной серии... Экшен был что-то жесткий. Я больше половины своего ключа на стрел потратил. Три деспоинта. Ну, один из них был нечестный. Ну, будем считать, что это компенсировало мне то, что я пользовался магнитом. Ну, магниты это все-таки тоже... Не самая честная вещь. Хоть и не то, чтобы сильный чит, но и... Будем считать, что эта игра... Этим невидимым драмкликсом меня... Наказала. Ты что здесь делаешь? Так, и товарищ, пожалуйста, сдохни. Не, криперы. Что я, кстати, их убивать, я не пойму. Я замечал, что... Мобов что-то дамажит. И еще на той зоне. Ну, что их дамажит, я вообще в упор не пойму. О, почему они сейчас дамажатся? От света, что ли? Или почему? Ну... Непонятно. Ну, ладно. Окей, хотя бы криперов больше не будет. Ну и здесь. Ты к ним. Ладно. Собственно, на этом я благодарю вас за внимание. За кадром к следующей серии я оптимизирую это помещение. Чтобы, может быть, нормально ходить и фармить этих мобов. А сейчас я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. В следующих сериях. Оригинально хорошо заспавнился в стене. Понял, что ему там не нравится и решил заспавниться. Сдохнуть уже внутри воды. Как вариант. Почему нет? В общем, до новых встреч. Уже в следующих сериях. А, погодите, погодите. Пока я еще тут... Нет, я ничего не там хотел сделать. Но я хотел пройти посмотреть. Смогли ли жители заспавнить мини-жители. Ну и заодно... Иды себе не могу взять. А то все мои яблочки сгорели. Если бы так можно сказать. Ну хотя, в принципе, взрыв. Можно сказать, что сгорели. Так. Иди нафиг. Иди нафиг. Иди нафиг. Иди нафиг. Ну что? О! Ура! Мини-жители! О, это мискрафт-житель, кстати. И кузнец. Так что да, эта штука работает. Естественно, я потом отсюда оставлю какой-нибудь... Ну... О, кстати. Он вырос. Смотрите на него. За 20 эмиральдов. Ноутбук. Я предполагаю, что там будут какие-то записи в нем. Уже готовые. Ну, кто знает. Ну, в общем, у меня сейчас жителей уже будет много. Я эмиральды смогу получать. Потому что есть... Немало сделок, с которых можно получать эмиральды. Соответственно, вот таких жителей я себе в отдельное место отправлю. Так. А, тут эти три так и лежат, да? А, да и пофиг. Все. Сейчас уж точно ушел. Увидимся в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok